Периодически все 13 лет он постоянно от меня сбегал. Причем он сбегал так, что мог отключить телефон, выйти просто сказать, я покурить, выключает телефон, и я его не вижу два дня. То есть я два дня не могу спать, я не могу есть, я не могу буквально дышать, у меня кислород перекрыли, что мне делать? А на мне еще двое детей. То есть я не могу просто бежать и искать его, мне нужно за детьми ухаживать, а я в таком состоянии, вот три сучки какой-то. И он мог просто через два дня спокойно, как ни в чем не бывало, прийти домой и сказать, да все нормально, что ты за меня переживаешь, со мной ничего не случится, я был в безопасности. А я говорю, ну а я-то не в безопасности была, ты меня бросил. То есть вот это было для меня очень дико. У меня бывали такие мысли, я, конечно, пыталась как-то их гнать от себя, что а вдруг у него может быть где-то женщина или семья на стороне. Но, конечно, я осознавала и понимала, у нас были общие знакомые, он сам тоже такой человек, который, ну, он не умеет врать, не умеет скрывать. То есть я понимала сознательно, воспринимала, что ничего нет, но вот это вот, что он убегает и так надолго и отключает телефон, у меня, конечно, рождало такие мысли, что, возможно, там какие-то отношения, или он просто с кем-то даже такие сиюминутные какие-то отношения завязывал это время. И когда он приходил домой, я, конечно, устраивала ему такие скандалы, сцены ревности. Ты наверняка там был с женщинами, как так можно, другие мужчины так не поступают. То есть это в открытую, ты просто как будто бы уходишь куда-то, ты меня бросаешь. Да, ну просто вот застилала мне глаза вот эта ревность. И когда он говорил какие-то убедительные даже аргументы, я находила какую-то червоточинку в них, какую-то несостыковочку, которая была в пользу того, что я ревную. И мне было непонятно, почему же так. И многие в нашем окружении говорили, у вас какие-то странные отношения, вы вообще на чем держитесь? Как же так? Вроде с одной стороны люди видят, что у нас какая-то вот эта вот любовная история, она такая прямо яркая. То есть мы действительно демонстративные, мы демонстративная пара. То есть мы могли на людях обниматься, целоваться, проявлять знаки нежности. Но в то же время, если мы ругались, то мы ругались тоже очень демонстративно. Мы делали это так ярко и эпатажно, что люди думали, все, они разводятся. И когда они видели спустя день, что мы снова вместе, они удивлялись, ребята, ну чего, ну как так можно жить? У вас дети уже, когда дети появились, и мы то же самое продолжаем. То есть это вот какой-то сценарий. Продолжение следует...